Сегодня специалисты коммунальника трудятся на улице Орджоникидзе, спил сухих веток или аварийно-опасных деревьев в самом разгаре. Эти работы проводятся в соответствии с графиком, который формируется на время зимнего периода. В черный список этого года попало порядка 400 деревьев. Все они подлежат удалению либо санитарной обрезке. Нам немного внес коррективу, конечно, этот ураган Ларс. Пришлось отвлечься на пару недель, убирать поваленные. А так идем согласно графику. Выполнен план данный на 80%. Осталось буквально немного. Осталась центральная часть. Выполнены работы у нас по востоку. Это Ленинградская улица, потом Гродненская, Янки-Купалы, Обрезка. Сейчас на Орджоникидзе работаем, потом переходим на центральную улицу Карломарса, советских пограничников. Уборка зеленых старожил, которые не один десяток лет стояли на Брестских улицах – мера, которая однажды сможет спасти брещан от серьезных травм или порчи имущества. А для того, чтобы вычислить, какое дерево является аварийно-опасным или кому из них пора лишиться ненужных веток, специалисты коммунальных служб проводят мониторинги, с помощью которых и составляется план работы. За год обследуется город, выявляем деревья, на которых имеются сухие ветки, которые требуются формовочной обрезки. По заявлениям граждан, которые мешают, допустим, в окна деревья упираются. Формируется данная программа, вносится в план график и согласно плану этого работаем. Городская экосистема – сложный организм, в котором растение – необходимый компонент, без которого областной центр существовать не может. А потому специалисты коммунальнику уверяют, что вместо срубленных будут посажены новые представители фауны, которые дополнят образ Бреста и подарят ему еще больше зеленого шарма и изыска.